хотела ответить на комментарии которые написали мне на по поводу планирования дел по поводу планирования уборки вообще все то что никому не подходит эта методика да там планировать вообще я не настаиваю на том чтобы прям планировать огурцы надо возьми там сколько банк осталось 2 1 возьми не надо 2 потом тащить их потом снях вот я не настаиваю на том чтобы все планировали да прям и каждый день выполняли все по списку нет это для меня тоже как больше напоминалка чтобы напоминать себе допустим и все равно легко осознавать то что допустим ты сидишь дома досмотришь на все вот это вот на свой бардак и думаешь блин над полы помыть надо там пропылесось надо пыль вытереть надо это надо это надо вот это и с этим вот горой дело и делать принципе да не охота ничего сразу уже все отбивается вся охота а с помощью планирования ты знаешь что что в один день ты сделаешь одно в другой день ты сделаешь другое и в принципе каждый день будет дома чистота потому что у меня есть напоминалка вот и там что туда входит а в ежедневную уборку это вынести вынести мусор потом вытереть пыль то есть влажная уборка разложить все вещи по местам помыть посуду и заправить постель принципе все эти действия мы делаем сами уже до без без безо всего вот этого но вынести мусор мы я заметила мы мусор выносили не каждый день из-за этого на кухне был такое скорее всего из-за этого неприятный такой запах и сейчас я заметила мы начали выносить каждый день мусор и этот запах исчез поэтому для меня очень хорошо даже вот это вот напоминалочка это планирование действует очень хорошо влияет потому что вот идешь на улицу и думаешь мусор надо мусор вынести и как обязанность твоя отберешь выносишь мусор и дома по-любому становится чище намного чем когда ты сидишь а ладно завтра сейчас что-то очень много делал я на сегодня уже ничего не успею завтра сделаю так конечно если нагружать себя очень сразу большими вот этими обязанностями по дому конечно плюс еще готовка да у кого там дети есть и работа это вообще очень сложно все это совместить и планировать что-либо но как напоминалочку для как звоночек для того чтобы ты встал пошел после того как ты поспал заправить постель да там вытереть пыль просто элементарно вынести мусор когда ты идешь тот же самый магазин за продуктами допустим или с детьми погулять а или выходишь утром на работу но зацепи мусор да и выброси его чтобы не целый день не сидел не ждал тебя там в ведре не вонял и кстати самый большой главный источник вони дома это мусорное ведро даже не то что сам мусор да а именно ведро его очень часто мыть надо а вот чищенными средствами чтобы она сама не издавала такие запахи еще мне очень понравилось у девчонки девочки одной который я тоже с постоянно смотрю мотивацию вот в швабра такая найти многих блогеров я видел эту швабру тоже хочу ее приобрести и буду ей мыть полы чтобы не вот так вот наклонкой тряпкой какой-то там елозить а пропылесосе допустим все полы у меня тоже не кстати моющий пылесос и вот я думаю стоит ли мне покупать швабру если у меня моющий пылесос как-нибудь я вам сниму на него обзор вот она мне кажется все таки нужно потому что моющий пылесос как-то пропылесосишь вроде помоешь но хочется еще и тряпочкой протереть да там некоторые места или просто протереть тряпочкой иногда хочется не используя до пылесоса например мы сейчас ездили за рыбы купили но я родителям покупаю рыбу вот они меня очень любит рыбку купили икру рыбу рыбу мы судака покупаем потому что в ней очень мало костей принципе их вообще в принципе нету там этих костей да она вкусная и очень полезная сейчас мы приехали в гараж за картошкой которым мы закупаемся также на зиму купили картошку в общем и сейчас мы ее отвезем домой потом возьмем что мы отвезем рыбу маме не знаю возьмем детей нету если они захотят моих может быть возьмем и поедем в дину у меня есть список продуктов что мне нужно купить вот я его положила вот мой список то что я писала в течение недели допустим что у меня кончилось у меня на этом на холодильнике есть вот такие вот наклеечки и вот мой список принципе ничего лишнего не надо покупать от свекла морковка мясо на кости кавказская приправа сахар я уже купила вам показывал гречку нужно взять порошок чтобы стирать вещи кефир молоко и рожки дети у нас кушают вот в принципе больше пока я ничего такого не планирую покупать вот сегодня выходной и по моему по по моему чек-листу планирования уборки готовки и список продуктов на неделю в принципе я с этим справляюсь и мне даже в принципе очень это нравится потому что ты уже знаешь что тебе нужно делать понимаете то есть уже есть какой-то вот скелет вот этого вот построения дел планирования все равно все успешные люди они все планируют да они все расписывают у них есть какие-то блокнотики они все введут записи какие-то планируют и тогда они все успевают и у них все получается вот я к стремлюсь к этому я стремлюсь к успеху и конечно же хочу все успевать и чтобы у меня все получалось и чтобы я меньше уставала также морально физически и умственно тоже потому что постоянно ты думаешь о своих делах хочу ты сделал что ты не сделал а тоже устаешь морально все в общем сейчас мы уже загрузимся и поедем в дину так что может быть поснимаю вам там что нибудь какие продукты какие специи да или что там или уже дома увидимся с вами я миланки такой хотел купить эти шести тысяч стоят на рожки сколько ёлок всяких разных даже такая красивые вообще и все шишечек тоже себе вот такой вот на дверь повесил в общем были мы в магазине сняла я вам еще видосик один про новогодний декор тоже видео попозже выйдет а сейчас я хочу с вами попрощаться спасибо что были со мной подписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока пока